Привет всем подписчикам канала Goodwill и всем тем, кто сейчас на нас смотрит. Если вы до сих пор не подписались на данный канал, обязательно это сделайте, не пожалеете, ведь с нами интересно. Меня зовут Марина, я с утра пораньше пришла в гости к прекрасной Ольге Солодковой. Приветствую вас, друзья. Я нахожусь у нее в спальне. Она рассказывает мне и вам секреты борьбы с целлюлитом. Я знаю, что борьба с целлюлитом это подход комплексный и один из этапов борьбы с целлюлитом это методика щетки. Да, методика растирания щеткой, утренняя процедура. И сегодня я расскажу вам о том, как сделать это правильно, для того, чтобы это было эффективно. Я пришла сегодня к тебе с утра пораньше, не просто так, а подготовленная. Принесла с собой кучу различных щеток. И прошу тебе подсказать, какой из этих щеток я царапаю свой целлюлит. Подскажи, расскажи и как лучше делать. Царапаю. Друзья, вы видели это? Там, Элечка. Человек, который абсолютно не сведущий, но абсолютно вот такой добросовестный, исполнительный, как ты, вот именно так бы и поступил. Конечно. Друзья мои, вот. Ну, что вам сказать? Все эти щетки, все, что мы здесь видим, да. Это я поняла, что это на крайний случай, когда совсем сцарапываться, да, не будет. Это для себя ты взяла. Да, да. Современно. Такая щетка. Щетка натуральная и из натуральной щетины. Вот. Я специально такие щетки для нас с тобой приготовила. Я же знала, что ты придешь ко мне в гости. Вот. И такая щетка, она имеет, посмотри, какая она шикарная, да. Наверное, видела, да, есть такие щетки банные, продаются со съемной ручкой, такие же. Вот. Но у них щетина меньше и она мягче. Если ты возьмешь и проведешь себе вот так вот по руке, вот, пару раз проведи, а как тебе ощущения? Так вот. Чувствуешь, да, это очень жесткое. И те щетки, которые мы с тобой будем использовать, да, сейчас, они изготовлены из щетины кактуса. Вот. Нет, это не колючки, вот. Это волокно кактуса, да, вот, которое выращивается в Мексике, да. То есть такую щетку можно заказать в интернете. Оль, по поводу щетины я поняла. Уже не терпится ее, как бы, применить. Конечно. Чем мы ее сейчас намажем? Мы пошли вам попробуем. Нет, Мария, данная щетка используется, как ни странно, на сухую. Да. Это удивительная методика, вот. И методика достаточно древняя, просто не все знают об этой методике, да. И мы первое, что мы встаем с утра, делаем, мы берем щетку зубную, вот, чистим зубы и сразу же берем вторую щетку в свои руки. То есть это утренняя процедура? Конечно. Это исключительно утренняя процедура, которая очищает нас от токсинов, шлаков, да. То есть это все происходит постепенно, естественно, не за раз. То есть порядка трех месяцев нам необходимо, друзья, чтобы получить эффект от использования данной щетки. Три месяца я ежедневно, каждое утро тру, ну, как бы, сейчас я на руке показываю проблемные места, да, три месяца, увидела эффект и потом могу реже ее применять. Вот, например, ты, вот на своем примере. На своем примере. И каждое утро? Ну, у меня в системе она почти постоянно, эта щетка, то есть мне она, в принципе, доставляет удовольствие. Если есть возможность не делать ее, да, когда-то, ну, то есть поваляться иногда, то есть я могу себе это уже позволить. Но человек, который решил, поставил цель сделать четко, да, как бы свое тело освободить от целлюлита, эта процедура выполняется ежедневно, до достижения нужного эффекта, естественно, да. Сколько по времени? Вот утром я встала, сколько уделить щетке? Значит, щетке уделяется 5-7 минут. То есть, представляешь, всего лишь нужно встать на 10 минут раньше обычного, да, чтобы включить этот замечательный предмет, да, в свой режим дня. Вот, Марин, представляешь? А смотри, в следующем видео у нас с тобой будет тема физические нагрузки, да, там мы будем про кардио, про силовые нагрузки рассказывать, бегать будем, да. Это щетка вперед. Первая, да, на очереди. Проснулись, вот так начинается наше утро, мы проснулись, себя почистили зубы, почистили себя щеткой, промассажировали. Да, да, и зависит от того, значит, желательно после самой процедуры щетки, ну, как, принять водную процедуру. У меня в пробежке водная процедура уже предполагается, потому что я купаюсь в реке. А тот, кто не предполагает это купание, может как два раза принять водную процедуру. Воды не бывает много, если вам не жалко, как бы, времени для себя или еще как-то, вот. Но после процедуры щетки, неважно, будет у вас физическая нагрузка или у вас будет водная процедура, физическая нагрузка, еще одна водная процедура, вот. То есть это не настолько принципиально, главное, чтобы водная процедура потом все-таки была после нее, вот. Ну и смазываем кожу обязательно каким-то кремом, да, питательным кремом, увлажняющим, вот. Многие используют антицеллюлитный крем, но я скажу, что антицеллюлитный крем просто так вам не поможет. Мы об этом еще очень много расскажем, скажем в наших следующих видео. А сама процедура щетки у нас выполняется определенным способом. И сейчас мы, думаю, что прямо здесь это все под мои комментарии проделаем. Вот, значит, хочу сразу оговориться. Первое и самое основное, так как щетку мы будем использовать для разгона лимфы, вот, то, значит, чтобы лимфатическая система наша работала как нужно, да, собирала все наши токсины и шлаки, выводила их, значит, к органам выведения, да, там, в основном к печени, да. То мы должны выполнять эти движения, да, то есть есть определенная последовательность движений этой щеткой, да, соответственно, очередность частей тела, которые мы будем массажировать. То есть не просто так, не тут, не тут, не тут. Нет, ну, честно, я тебе признаю, что я так и думала, что я с утра встала, здесь пошоркала, пошоркала. Ну, в основных местах, да, где же у меня там вот тут целлюлит, вот тут, да, тут, 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 почистить, да, да, нет, это все. Это никакой последовательности. Это не так. И самое интересное, лимфатическая система устроена в системе организма таким образом, значит, что она начинает течь по левой стороне, соответственно, мы будем начинать с левой, ну, как, с обработки левой стороны. И все наши движения будут по направлению к сердцу идти, то есть, соответственно, если мы работаем в этой части, то тут, если с этой стороны, то сюда, понятно, да? Да, да, сюда, сюда, то есть, основные движения, да, я показываю, это первое. Вот, и второе, давление щетки должно быть максимальным, только на самых первых этапах, то есть, первый, второй, там, день, третий, ты можешь ее более легкой. Ну, в основном, это, это, прям, вот такое давление, прям давишь, да, чувствуешь, не бойся с ней поцарапать. Очень хорошо, чувствую. Вот, вот еще сильнее присоединяйся, да, 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 нет, ты по ощущениям, ты по ощущениям просто, да, вот сейчас ты проснешься, твое утро будет самым бодрым. Мальша, посмотри внимательно, вот, то есть, если ты даже увидишь какие-то небольшие, мелкие, как кажущиеся тебе царапинки, да, такие вот, ну, как кажется, что это царапинки, на самом деле, это не царапинки, это просто лишь сухая кожа, да, которая, 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 здесь уже не нужен, которая необходима, скраб тебе будет уже вообще не нужен после трех месяцев использования щетки, и ты просто не узнаешь свою кожу, вот. И, итак, значит, с чего мы начинаем, последовательность, последовательность, первое, что нам нужно обработать, это руку, да, левая рука, ну, так как с левой стороны будем поставить кисти, мы обрабатываем следующим образом, вот, мы обрабатываем сначала между пальцами, да, вот таким образом, да, прям вот таким, вот такая процедура. Я даже об этом не подозревала в своей жизни. Да, затем мы, затем мы это все вот таким образом, еще, еще на себя, еще, хорошо, вот, куда заходим, итак, переходим ко второй кисти, обрабатываем вторую кисть. Оль, правда, я не думала, я думала, что если мы боремся с целлюлитом, мы протираем вот эти. Правильно? Целлюлит, да, то есть, еще раз объясню, если кто-то будет игнорировать, ну, вот, вот эту процедуру, то, что я, ну, показываю, да, вот именно начало пальцев, мы, что этим, вот сейчас, что мы только что сделали с тобой, как ты думаешь? Вот что мы сделали? Мы начали ток лимфы, причем мы не скребем, да, а медленно. Почему? Потому что лимфа наша течет медленно. Замедляйся еще медленнее, еще, а то экзамен не сдашь. Еще медленнее. Ну, смотри, ты давишь, вот, и ползешь, вот. Пусть оно будет одно движение, два, но вот таких вот медленных. Вот смотри, мы здесь делаем это все не для того, чтобы нам намахать, да, щеткой, как можно больше раз, а нам нужно завести лимфу, понимаешь? Помочь себе, как в своем организме. И тогда дальше мы переходим на руки, руку мы обрабатываем от запястья до локтя, от локтя до плеча, причем, значит, сначала мы вкруговую обрабатываем всю руку, вот так, вот таким образом, да, затем сразу же переходим на руку здесь, вот таким образом. Ну, я думаю, это незабываемое ощущение. Незабываемое, конечно. Переходим на нежных местах, переходим к другой руке, предлагаю к другой руке перейти, да, вот, вкруговую обошли опять от запястья до локтя, от локтя до плеча, медленнее, еще медленнее, с давлением, медленно и с давлением, вот. Вот, ну смотри, какие мы с тобой красненькие стали. А горит, а горит. Как ты думаешь, что дальше? Дальше нам куда? Вот так. Дальше нам к ноге. Да? Угу. Ну, давай, твои замечательные щетки хозяйственные мы уберем. Уберем, будем применять их на кухне. Ну, конечно. Итак, значит, ступню мы обрабатываем поперек, 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 обрабатываем ступню и начинаем. Как это мы начинаем с правой? Ааа, двойка! Мы начинаем с левой, обрабатываем ступню поперек. Затем мы обрабатываем, обратите внимание, обрабатываем нашу подошву и голеностопный сустав вкруговую. Вот таким образом. Здесь мне ощущение нравится больше. Круговую голеностопный сустав знаем, да, где? Вот здесь все полностью, полностью вокруг. Вот таким образом. Ну, давай будем думать, что мы сделали на вторую ногу и покажем все на левой стороне, да? Затем мы перемещаемся и начинаем выполнять движения такие же медленно. Ну, менять не получится. Я человека с проблемными местами и очень стесняюсь их показывать. Так и подумала. Поэтому, не стесняйся, эти места я пока не показывала, да. Мы уже переходим в более такие поврежденные зоны. И здесь нужно сделать немножко больше нам. Дольше по времени. Да, дольше по времени. То есть мы можем обойти вкруговую бедро неоднократно, допустим, раза в три или четыре. Обойти, ну, конечно, эти места, ну, проработать подольше. Более тщательно. Еще раз хочу сказать тем подписчикам, которые будут пытаться делать процедуру только лишь на этих местах. Не сработает это. То есть нужно начинать все полностью, весь организм. Организм целостная система и нужно относиться к ней. Соответственно, ягодичная мышца обрабатывается. И вообще можно обрабатывать вообще в любом направлении. Но очень удобно вкруговую. Поэтому было выбрано, мной изначально было выбрано вкруговую. Вот, посмотри. То есть ты здесь можешь радиус поменьше, побольше сделать. Понятно, да? Вот. Ту же самую процедуру мы проводим с другой ногой. Да. И затем мы переходим уже к шее. Вот. То есть теперь мы пойдем все вниз, да. Обрабатываем шею и плечи. Оля, ты знаешь, пока мы обрабатываем, вот я хочу спросить, а нам потом плохо не станет? Ну, вот если я первый раз, первый, второй раз делаю, как бы плохо не станет самочувствие после этого? Я тебе хочу сказать, что это правильный вопрос, но очень интересно, откуда у тебя этот вопрос возник. Почему, исходя из чего ты… А ты мне в первом видео говорила, что… Было, да? Да. Да, что когда идет вот… Когда мы тревожим вот это вот все, потому что же целлюлит, это шлаки и токсины, да, и когда мы это тревожим… Ну, аттракцион для шлаков, когда делаем… Да, и пока они еще не вышли, они же в нас находятся. Конечно, конечно. То есть мы, получается, проходим вот таким образом, да, себя шею, перемещаемся как раз под мышки, да. То есть подмышку мы будем… Ставим подмышку и обрабатываем подмышку 7 раз в одну сторону и 7 раз в другую по часовой против часовой стрелки. Здесь у нас находятся лимфатические узды, и вся основная лимфатическая система, она у нас стекается вот сюда, вот в это место. И когда я говорила не обрабатывать все, я имела в виду вот эту часть. То есть, когда мы, обработав подмышки, переходим к корпусу, а обрабатывать его мы начнем вот с левой стороны, да, и будем, да, вот идти сюда и с этой стороны идти к середине, да, то есть отсюда к середине, и отсюда к середине, да, обрабатывать. Вот, то эту часть прорабатывать очень усиленно нам не нужно, потому что вот как бы взбудоражив здесь все, вот как раз и может стать плохо. Ну, вот я своим клиентам рекомендую, конечно, ну, чтобы они на первоначальном этапе не обрабатывали, но они-то понимают, о, так я-то выдержу, какие вопросы я сейчас, и начинают лишь бы намахать вот это вот, да, то есть это вот наш какой-то менталитет, или не знаю, да, русский. Вот где секрет-то в чем-то, о, так я сейчас возьму и сделаю, там нельзя, да, сделать, вот я сделаю. Так вот, таких экспериментов делать нежелательно, вот, потому что на этапе, ну, как бы нашего детокс, детокс-программы включает в себя, ну, как бы питание, да, о котором мы будем говорить в наших видео, в продолжении наших видео, да, вот, то процесс-то пойдет как бы еще более усиленно, человек даже не ожидает, что, ну, что там, господи, я щеткой потерся. Нет, на самом деле может быть очень сильной реакцией, поэтому на первых этапах я не рекомендую обработать вот эту часть, вот, и подключить, и подключать его постепенно, то есть, ну, как обработал, посмотрел на свое самочувствие там в течение дня, да, вот, если чувствуешь, да, да, ну, не то, чтобы не рабочий, вот, для некоторых воздействия щетка очень мощная из самого начала видео. Давай закончим уже нашу процедуру, да, чтобы зрителям в системе было понятно, когда мы обработаем, значит, шея, подмышки, корпус себе, значит, здесь же с этой части можно слегка-слегка обработать, как бы грудную клетку, да, избегая сосков, да, потому что, ну, все-таки это женская часть такая, достаточно нежная. Там уже по желанию, но я обрабатываю их, значит, вот, в общем, избегаем самую середину груди, одной и другой. Да, получается, что я их, как бы, обработала таким образом, да, то есть, как бы полукругом, да, и завершающие процедуры, да, вот, сейчас я тебе буду показывать мастер-класс, берем вот так щетку, вот, как думаешь, для чего мы ее так взяли? Для того, чтобы обработать спину, вот, мы берем, поворачиваемся и прям вот отсюда, да, видишь, смотри, вот так вот, раз, раз, да, раз, и обрабатываем. То есть, вот эта вот вещь нам нужна для того, чтобы создать щеткой давление на спину, ну, хоть какое-то. Будет очень классно, если у тебя есть кто-то, кто поможет тебе обработать спину, то есть, есть уже вставшие родственники, члены семьи, которые с пониманием относятся к твоей процедуре, да, и которые, нет, они с удовольствием потом будут тебе помогать, когда они увидят обязательно результат от этого, конечно. Вот, и, допустим, чтобы, чтобы, да, по, ну, как следует, да, представляешь, то есть, сам ты себе так не сделаешь, а твои ближайшие родственники могут это сделать, это очень большая помощь. На этом процедура, собственно, вся, да, то есть, если есть какие-то вопросы, Марина, я жду. Мне кажется, ты объяснила все предельно ясно, то есть, у меня есть понимание, какая это щетка, какая у нее щетина, как ей работать, с чего начинать, что нужно делать после щетки, да, про душ мы с тобой поговорили. Мне все ясно, а если у подписчиков канала Goodwill остались вопросы по данной методике, просим задавать их в комментарии под нашим видео. Да, конечно, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, дорогие подписчики, вот, если вам что-то непонятно, вот, мы ждем вас с вашими вопросами. Комментариями, пожеланиями, ну, а сейчас мы принимаем душ и идем готовить несколько вариантов правильных завтраков для борьбы с целлюлитом. Точно. И мы вас ждем на нашей кухне, друзья. Оля, спасибо тебе огромное за то, что теперь я все знаю о методиках щетки, знаю все о кремах. Спасибо тебе большое за эту информацию, она важная, так как тема похудения и борьбы с целлюлитом на канале Goodwill продолжается. И мы перешли с тобой на кухню сделать завтраки, о которых ты расскажешь подробно, скажешь, чем отличается завтрак девушки, которая решила бороться с целлюлитом, да, от завтрака обычного человека, правильно? Да. И мы с вами будем готовить сегодня два вида завтрака. То есть первый вид завтрака – это на ту часть детоксикационной диеты, которая продлится 2-3 месяца примерно у девушек. Вот. А далее мы расскажем о том, чем можно поддерживать, то есть какой завтрак можно сделать поддерживающим завтраком для дальнейшего, значит, чтобы это все снова не появилось. Для первого вида завтрака нам понадобятся фрукты. Почему фрукты? Все дело в том, что наша печень, это основной завод по очистке организма, она у нас активна с полуночи до полудня. То есть с 12 часов ночи до 12 часов дня мы кушаем только фрукты. Фрукты. Только фрукты. Только фрукты. Марина, я понимаю, что это очень тяжело принять некоторым решение, кто в своем рационе постоянно, это бутербродик, творожок или еще что-то, да? Ну, даже и не этим людям, то есть подписчики, наши подписчики и просто люди, которые решили похудеть и сбросить вес, наверное, сложно будет понять, что любые же ты мне говорила, фрукты, любые, в каком количестве? Вот это сейчас еще будет один шок. Фрукты мы выбираем абсолютно любые, в любых смесях, в любых количествах, и единственное, что может меняться, это вид подачи фруктов. И сейчас мы этот вид подачи разберем. Ой, ну прям вообще все-все-все фрукты в любом количестве, и виноград, и банан могу есть. Представляешь себе, да, но есть одно небольшое исключение. Вот, это дыня, то есть дыня, это абсолютно отдельный продукт, который мы не будем смешивать ни с чем, и если мы решили завтракать дыней, то больше ничего в это утро не кушаем, то есть едим только одну дыню. Ничего не смешиваем. Ничего не смешиваем. Все, что мы сейчас приготовим и все, что мы в себя положим, да, оно должно быть тщательнейшим образом пережевано. Оля вспомнила, вспомнила, то есть видео наше с тобой первое, видео вступительное о целлюлите общее, ты там говорила. И даже если мы посадим девушку достаточно приличных размеров, и дадим ей столько фруктов, сколько она захочет, но заставим ее жевать, то что мы получим, вот, она не съест, она не съест только сколько необходимо, потому что пищеварение, процесс пищеварения начинается во рту, постепенно все это, да, пока это, она будет жевать. Да, и попробуйте-ка прожевать яблок зеленых, допустим, там штук пять, тщательно-тщательно пережевать до такого состояния, что практически их можно пить, конечно. Вот этот вот факт нашим девушкам и поможет оставаться девушками, то есть не все в себя, как говорится, да, вот, не всеядно, то есть выборочно, то есть остаемся при выборе продуктов, остаемся девочками, вот и все. Мы сейчас приготовим завтрак из фруктов. У нас сегодня с тобой приятное утро, да, со щеткой, и мы с тобой будем вот так завтракать. Отличный отрак. Фрукты не только можем положить с собой в карман, да, или в сумку, не только можем порезать, а мы можем фрукты сделать еще в более вкусном виде, в более полезном, когда жевать нам их придется, но по минимуму. Как ты думаешь, что мы будем делать? Наверное, это, ну, что-то, может, похоже на смузи. Ну, его и будем делать, да. Причем смузи, мы будем говорить о том, что смузи – это как раз жидкая еда, это не напиток какой-то, это жидкая еда. Это важно, да? Да, конечно, это важно. А почему это еда и что мы с ней будем делать? Мы расскажем о том, когда мы его приготовим. Предлагаю сделать его из апельсина, бананов и ягод. Первый вид завтрака – это первые 2-3 месяца – это фрукты. До 12. Вариант подачи мы сейчас демонстрировали. Оль, мы начинаем второй вид завтрака готовить. Завтрак, который называется «Салат красоты». Насыпем хлопья. Ну, давай сделаем основой где-то примерно 5 ложек. Примерно, видишь, сколько? Нужно просто насыпать такое же количество сюда и сюда. Теперь мы будем делать одну очень простую процедуру со всеми этими тремя основами. То есть мы ее зальем кипятком. Так, пока наши хлопья запариваем, что мы делаем тебе? Я предлагаю тебе зачистить яблоко. Сейчас натрем его. Трем. Яблоко на какой терке? На крупной. Второй вид нашего завтрака – это голливудский. В основу также пойдет яблоко и морковь. То есть яблоко мы потрем на крупной терке, а морковь на мелкой. А вот ты говоришь, что завтракать важно, ну, до 12, да, там, то, что это связано с печенью. Во сколько завтракаешь ты ей отлично? Я считаю, что утро у всех разное. И то, как человеку комфортно, да. Я вот, у меня был период жизни, когда я вставала в 5. Если я с 5 до 6, как бы, осуществила пробежку, то в районе, в начале 7 я уже могу начинать завтрак готовить. Сейчас у меня нету такой необходимости, да, явной. Вот. И пока мой завтрак проходит, ну, в районе около полдевятого-девяти. И сейчас мы, значит, выложим наше потертое крупное яблоко и мелкую морковь в нужном количестве, да. То есть, думаю, достаточно будет. Берем изюм, горшку изюма, кефиром заливаем и посыпаем сверху орехами. Предлагаю заполнить третью миску и приготовить в ней испанский салат. Мы возьмем банан, зачищаем, очищаем банан. Значит, туда войдет груша, вот, туда войдет корица, мед и лимон. Вот такие завтраки у нас получились, не только полезные, вкусные и ароматные. Оля, хочу тебе по традиции нашего канала вручить продукты с повышенной экологичностью. Продукция такой марки Гудвилл. Пожалуйста, оставайся такой же красивой, умничкой такой. Делись с нами такими замечательными рецептами и секретами. Приходите сюда и готовьте свои рецепты. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте поставить палец вверх. Подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделаете. Оставляйте комментарии под видео. Мы начинаем пробовать. Вам спасибо. Большое спасибо. Пока.